Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Полина, также известная как Парната, и сейчас будет прям супер-пупер малюсенький подкастик минут на 40 о том, почему я не очень сильно люблю заклинания. Сразу оговорюсь, что я не считаю, что заклинания это плохо, что заклинания это неправильно или нехорошо. Я, в принципе, не против заклинаний, но я не слишком склонна к заклинаниям в своей жизни. Сейчас объясню, почему. Я считаю, что заклинания решают проблему, но не причину проблемы. Например, люди, если колдуют, то чаще всего колдуют, например, на деньги. Деньги пришли, заклинание сработало, деньги ушли, всё. И между тем причина того, почему у человека, например, нет денег, она не меняется, да, поэтому лично я выбираю другой подход. Если уж мой подход вообще не работает, там, например, ну или очень срочно что-то нужно, да, тогда я берусь за заклинания. Или использую заклинания в качестве дополнения к своей иной практике. Что я подразумеваю под иной практикой? Я подразумеваю следующие вещи. Во-первых, ну давайте продолжим тему с деньгами, представим, что у меня там проблемы с деньгами, мне нужно их решить. Что я начинаю делать? Первое, я начинаю анализировать, что конкретно у меня с деньгами не так. Так, я плохо зарабатываю или я быстро трачу деньги? Это две совершенно разные проблемы, согласитесь. То есть одно дело, дело так, чтобы к вам деньги больше приходили, а другое дело, дело так, чтобы деньги от вас так быстро не уходили. Это две совершенно разные проблемы. Вот, ну и там могут быть другие. А во-вторых, я анализирую свои психологические настройки. Дело в том, что я думаю, я никому не открою вообще тайны, что у многих людей есть очень плохая настройка на деньги. Многие люди считают, что деньги это плохо, что богатые люди все воры, богатые люди все плохие, страшные, ужасные. Зарабатывать это плохо. Я знаю, кстати, людей, которые официально заявляют, что это прекрасно, быть богатым это прекрасно. Но когда они видят какого-нибудь виканина, который преуспевает, и именно преуспевает на теме Вики, например, он проводит какие-то курсы, или продает какие-то вещи, или оказывает магические услуги, и зарабатывает на этом деньги. И даже если они знают, что он делает это прям искренне, от всей души, они все равно считают, что он, ну что-то с ним не так. Это чувствуется в разговоре с ними, чувствуется в том, как они говорят об этом человеке, это прям очень чувствуется. И особенно чувствуется, когда этот человек просит какой-то помощи во взаимодействии. Например, ребят, вот я там что-то делаю, порекламите меня. Ой, тут все сразу начинается, это коммерция, к нам с таким нельзя. Это очень частая такая тема. Поэтому тут очень важно быть честным с собой. Я действительно решил все свои проблемы, все свои психологические вот эти тараканы, или они у меня все еще есть, я просто удачно их скрыл от самого себя. После этого, скорее всего, я буду проводить, я проанализирую ситуацию и решу, какие практики мне помогут преодолеть это. Если мы говорим о зарабатывании денег, то я бы, скорее всего, поработала с чакрами, да, с такими чакрами, как Муладхара, да, или если у меня проблемы с тем, что я заслуживаю денег, я бы поработала со Сватхистаной. А если у меня проблемы с тем, чтобы эти деньги удержать, я бы поработала с Манипурой. По той простой причине, что Манипура больше связана с силой воли, нежели иные чакры, все остальные. Вот, может быть, я просто не умею мудро распоряжаться деньгами, я вроде и могу ими распоряжаться, но вечно какая-то фигня происходит. Тогда я бы обратилась к более высоким чакрам, это могла бы и Вишутха или Сахасрара, то есть какая-то из этих чакр, нет, простите, Аджна, 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 Вишутха, да. Хотя Вишутха тоже подойдет, если я не умею выражать свои потребности, вечно, например, удовлетворяю чужие потребности в семье, например, такое часто бывает. Вот, помимо практик с чакрами, я могла бы поработать со стихиями, я могла бы помедитировать, повизуализировать, спросить богов, погадать. Кстати, тоже я считаю очень полезным, да, почему, в чем причина, может быть, мне чему-то научиться нужно, да, нежели просто решить свою проблему. Может быть, мне это дано для чего-то. Я, да, я из тех, кто считает, что плохие вещи могут быть даны человеку для того, чтобы он что-то проработал. Я немножко христианка в душе, всегда. Вот, после этого я бы провела какие-нибудь, может быть, ну вот практики провела, и после этого, может быть, в дополнении к всему вот этому, я бы провела какое-нибудь заклинание, в зависимости от того, какую проблему я нашла. И, разумеется, все это сопровождалось бы какими-то действиями в реальности. Если у меня проблема с накоплениями, я бы собрала вокруг себя людей, которые будут постоянно мне напоминать, что нужно копить деньги, что Полина хватит там тратить их, например. Если у меня проблема с тем, чтобы найти себе работу, я бы пробовала, да, преодолеть эти проблемы, да, рассылала бы больше резюме. Кстати говоря, да, вот я в первой части это не сказала, да, может быть, у меня все плохо, потому что я просто не могу устроиться на работу, не могу удержаться там достаточно долгое время. Такие темы у эзотериков часто бывают, например, они же все-таки отличающиеся от обычных людей, поэтому не могут устроиться на нормальную работу, им работа нужна только вот какая-нибудь такая прям, чтобы с павлинями, перьями сзади. Вот, в общем, вариантов очень много, и заклинание, оно было бы только частью. А большинство людей все-таки, когда говорят о заклинаниях, они хотят что? Я зажгу свечку, я, значит, туда силу свою, и все, стало хорошо. Хорошо, я верю, что так возможно, но я не верю в долгосрочность этих эффектов. То есть, если вы колдуете, например, на любовь, но при этом не умеете свои отношения строить, ну, окей, у вас будет любовь. Она, может, даже будет вообще на всю жизнь, но будет ли она счастливая? Счастливой вас это не сделать. Вы можете встретить любовь всей своей жизнью, но будете поганить жизнь и своей любви, и самому себе вообще в легкую, да. Если мы говорим там о рождении детей, или говорим о том, чтобы создать свой бизнес, если мы говорим о том, чтобы создать свой ковин. В любой вот ситуации, которую бы мы не брали в своей жизни, помимо того, чтобы наши проблемы просто вот так вот решились, да, нужно еще и уметь удержать этот результат у себя в руках. А пока вы не проработаете причины, по которым у вас все это утекает, все это будет неизменно. Одна моя подписчица, когда вот обратилась как раз с темой про заклинания, на основании чего я ей сделала этот подкаст, она работает медиком, и она сказала, о, прикольно, это же как у медиков, когда люди лечат симптом, но не лечат саму болезнь, да, то есть они обезболивают, но не лечат саму болезнь. Да, это именно так. Поэтому я не очень за заклинания. Я не против них, но я просто не бегу колдовать вот по поводу любой своей проблемы. Прежде чем колдовать на любую свою проблему, я применю максимальное количество физических, материальных средств, я имею в виду тех, которые реализованы в физическом мире. Я проработаю со своей психикой, я, может быть, проработаю с азотерическими методами, даже не может быть, а, скорее всего, они слишком интегрированы в мою жизнь, поэтому у меня как-то все вот таким единым комочком. И, может быть, если мне захочется, я прибавлю к этому еще заклинания. А если не захочется, я вполне справлюсь и без заклинаний. Вот такие дела. Давайте подискутируем на эту тему. Приглашаю всех в комментарии отписываться, что вы думаете по этому поводу, как вы относитесь к заклинаниям. Колдуете ли вы по поводу своих проблем, или вы стараетесь решить их каким-то другим путем, или вы, наоборот, считаете... Я встречала, кстати говоря, таких магов, которые считают, что если ты реальный маг, то тебе не нужно все вот эти настройки, перенастройки. Ты вот даже если баба сидит вообще одна дома в засальном халате и никуда не выходит, если ты хороший маг, ты все равно найдешь ей там супер-пупер мужика. Там, помню, один чувак рассказывал, что он там наколдовал, у бабы, значит, поломались трубы сантехнические. К нему пришел сантехник, она встретила любовь всей своей жизни. Вот. Ну, возможно, такие случаи бывают. Возможно, вы являетесь сторонником этого, что, типа, Полинка, ты не колдуешь просто потому, что плохая ведьма, например, да? Вот. Приглашаю к дискуссии, потому что я все это дело очень-очень люблю. На этом я заканчиваю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь в Патреоне и Бусти и будьте благословены. Всем пока!